Добрый вечер, вас святая информационная служба телерадиокомпании Гомель. У студии працуя Евген Поболовец. Сегодня в Рахачевском районе распространяется святошная урочистость и промеркованная до дня белорусского письменства. Тут я не будуць проходить два дни. У сих же Хароу Гомельской в области со святом повиншавау старшиня, был ваканкама Уладимир Дворник. И он отзначил. Культура – надейный подмурок замоцывания междунационального мира и сгоды, громадского единства и патриотизму. Шматликие святошные мероприемства, что пройдут у селетней столицы Дня белорусского письменства Рахачеве, станут даниной глубокой поваги до нашей богатой мовной спадшины и допомогуть притягнуть увагу особливо молоде до з'явы падей национальной культуры, захвотить их у черговый раз вернуться до твору белорусских классиков и сучасных письменников. Так само старшиня был ваканкама Уладимир Дворник пожадал усім же харам Гомельщины здоровья, творчага натхнення и добробыту. Тематышные киновидопаказы – работа павильонов пресса Беларуси и Друкарня 16-го стагодя, конкурс юных читальников. Это только некоторые мероприемства, які пройшлись сёння у Рахачеве. Яшы одной святошной пляцовкой Дня белорусского письменства стал агрогородок Журавичи Рахачевского района. Тут собрались аллитераторы Беларуси, России и Украины, ка провести международное свято на земли Макайонка. Олег Сентяров так само не застался в Баку от проводимых мероприемствов. Своими письменниками на гомешне генерация, только народных, сиротместцовых урадженцев, одразу четыре человека – Иван Мелеш, Иван Шамякин, Иван Навуменко и Андрей Макайонок. Под знаком гэтых именов у регионе сё лето проходить усе литературное мероприемство. Хоть Андрея Макайонка у гэтая дни можно выделить особным родком, и не только тому, что он народился на Рахачевщине, где проходит День белорусского письменства, литературная спадщина у гэтага письменника настолько богатая, что и зараз оказывая уплыл на культуру не только нашей краины. До речи, еще при житии Андрея Макайонка, его пьеса «Затюкан апостол» только у московских театрах и шла больше 700 разов. Это человек, который оставил в своей жизни столько творческого потенциала, что оно вдохновляет. Когда мы собираемся, и причиной тому даже его имя, мы продолжаем творить, продолжаем назидать, созидать. Имя Андрея Макайонка у журавчих носит середняя школа, где открытый присвеченный письменник у музея. Его творчество тут у вогля выучают не только в рамках школьной программы. Конференции – до следующей деятельности. И навод открытый в рамках Дня белорусского письменства музей виртуальный. Это все школьная речаистость. До Дня письменства. Первая задума – это сделать школьный сайт, присвеченный Андрею Ягоровичу Макайонка. На сегодняшний день наши наставники спрацовали так, что сайт запущен. Сегодня он будет в першине демонстрироваться перед нашими письменниками, в учнями так само. Разом с ним на родиме Андрея Макайонка признаются, до этого часа особные сторонки его биографии до конца не выучены. Докладно невядомано, в каком годе и по какой причине его семья переехала звездки Борхов, где народился будущий народный письменник у Журавича, живых светков этих падений не засталося. А со светков материальных только один будинок. В этом доме Андрей Макайонок прожил омаль 30 годов. За невеликим выключением будинок до этого часа заховался в первом початком выгляде. Правда, мемориальной дожки, яка нагадывала житет народного письменника Беларуси, на доме нема. Межтым, у Журавичах маючь твердый намер белые плямы у очинной литературы ликвидовать, починающих от работы у архивах до сусеч с родными письменника. У реччих это справа гонору, своих знакомитых земляков необходно ведать и памятать. Я сейчас живы его брат Леониду Маладечна, и у нас есть план запросить его у гостей, самим наведаться до его у гостей и попрацовать именно у этом накерунку. До Дня Беларусского письменства на Гомичине заснували 10 литературных премий, имея письменников и поэтов местовых урадженцев. Почас литературного свята на земле Макаюнка, перший язык уручается перомостом. Хоть сами ауторы приехали у Журавича так само, не с пустыми руками. Яще подчас подрыхтовки до Дня Беларусского письменства было обвечено об народжении новой традиции. Усе письменники, уделники свята, повинны подарить местовым библиотекам свои книги. Только литературми Гомицкой области за пошние 10 годов их выдадзина каля 270 наименев. Причем первоважная большинство этих творов знайшла своих прихильников. Письменники погаджаются об дорожах советских часов у 100 тысяч экземпляров можно только марить, а не за потребованием быть можно и зараз, что год на Гомичине отбывается больше 2000 творчих сустреч, эффект от этих видовочный. Аудиторий шмат, гэта и школы, гэта и студентские аудитории, гэта и библиотеки. И, поверьте мне, я ведаю свое, як кажуть, практики, что и сегодняшняя молодь, вучни, студенты все-таки тягнуться до поэтичного и прозаичного слова. И поэтому проблемы такой великой, как донести слова до читача, по сутности, нема. Олег Синтеров, Дмитрий Радзянко, телерадио-компания Гомель, Прагачевский район. Гомельскую область наведов на звычайный полномоцный посол Республики Индия у Республицы Беларусь Панкач Саксена. Пад час официнного визита он сострелся со старшением областного выканавчика комитета Владимиром Дворником. У ходе деловой размовы разглядались а перспективы двухбакового супрацовненства помеж Гомельшиной и Индии, як у экономичном аспекте, так и у инших сферах деянности. Одной из тем обмеркования стал визит делегация нашего региона на буйный гандлево-прамысловый кермаш, який пройдет у Индии у листопаде. Так само было отзначено, або два боки мают значный потенциал для реализации взаимовыгодных проектов. До приклада, зараз пропрацовывается макчимость створения у Индии сборочной вытворчасти наших комбайнов. Создается пытание об уделе беларусов в проектах сейсморазведки родовища у нафты. А кроме того, есть намер установить побратимские советы помеж Гомельшиной и особными штатами Индии. Что тычется аддукационной сферы, зараз в Гомельском державном медицинском университете навучается 65 студентов из Индии. Все это плануется за лечение ящек кля-90. По часу встречи прохудшало. Подрыхтовку в нашей краине медицинских кадров для Индии перспективно на промок совместной деянности. А тому ягорь треба развивать и поширать. Мы очень благодарны Гомелю за подготовку качественных медицинских кадров. Чтобы привлечь еще большее количество индийских студентов в беларусские вузы, вам нужно шире рекламировать свои услуги. К примеру, на сайтах. А еще лучше организовать делегацию, которая бы включила медуниверситеты Гомеля, Гродно, Витебска и Минска. И приехала к нам в Индию, чтобы рассказать об образовательных услугах. Думаю, лучшими послами такой делегации стали бы сами студенты, которые обучаются в ваших вузах. На Гомельшине в самом разгаре сезон заготовки яблык. У насильниства уже закуплено больше за 5 тысяч тонн. У регионе дейнышуются маль 160 приема заготовчих пунктов, у Тымлику 25 перасовных. С подробязностями Дмитри Котов. У поселку Востра у Гомельского района моцная летняя спякота оказала уплыв на урожай яблок. Однако, не глядяши на это, многие же хоры за один раз сдают заготовщикам облспожу Союза до 240 килограммов. Людям заказываем, на какой день мы будем приезжать и забирать их яблоко. И потом по графику едем. Назначаем день, ездим через день мы. И люди уже знают, какое время. Ну, плюс-минус там полчаса мы забираем яблоко. Прибывая машина с заготовщиками у поселок три раза на тыдень. У особных выпадках бывает частей. У залежности и одноявности новой парты садовины. Килограмм яблоков, которые закупаются для промысловой перепроцовки, каштует от 5 до 7 копеек. Для реализации населенности упрос розничный гандаль от 35 до 60 копеек. После того, как яблоко заготовилось непосредственно население, часть отгружается на перерабатывающее предприятие, а часть реализуется через розничную торговую сеть. Как только яблоко появляется, скажем так, у населения. Заготовители и торговые работники делают, скажем так, так называемый подворный обход. И через средства массовой информации, через торговые предприятия, приемы заготовщиками пункта оповещают население о закупочных ценах, о требованиях, предъявляемых к качеству. Контроль за якостью зауседы на первом месте. Для этого денежуют специальные лаборатории, где проводится доследование продукции. На сегодня населению намного проще сдать нам продукцию и то же самое яблоко, потому что не нужны им где-то проходить и платить за проведение анализов. Мы производим это все бесплатно. На территории в области зараз денежуются мали 160 приемы заготовщих пунктов, у тымлику 25 перасовных. Реализуются продукции и просельские магазины, яких наличивается коля 1600. Даже там можно отримать подробную информацию об ценах. А кроме этого, можно звернуться по телефону у райспожу союзы по месту жихарства. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель». С первых и костричников Беларуси будут предоставлять безнаявные субсиды на оплату жильево-коммунальных послуг. Отповедный указ на приконце жнивня подписал президент Беларуси. Усе подробностей у черговой экономичной доведцы. Так само в выпуску «Амаль 3 тысячи працонных местов» створено в Гомельской области в первом погодзе этого года. Вы доведаетесь, у яких сферах экономики их заявилось больше за все, и как отримать консультационную допомогу для открытия властной справы. А кроме того, глядачоу чекает анализ цен на садовину и огороднину на гомельских рынках. Глядите программу сёння, одразу после выпуска новинов на телеканале «Беларусь-4 Гомель». Протягиваем выпуск. Сёння присягу на верность радиме приняли першакурсники, яке поступили на военно-транспортный факультет Беларуського державного университета транспорту. Слово «урочиста клятва» молодые люди промовили у присутности своих родных, близких и старейших товарищов. Затым, як проходил традиционный урочисти ритуал, назирала наша здимышная бригада. Военно-транспортный факультет у Беларуського державного университета транспорта были устроены в 2003 году. До этого на протягу 50-ти годов тут день ушла военная кафедра. На её были закладены традиции подрыхтовки высококвалификованных специалистов, запотребованных как в Узбройных силах, так и в Господарше промысловом комплексе. Основная цель – это, конечно же, быть полезным, полезным Республике Беларусь, делать всё для того, чтобы исключить войны и военные конфликты. Для того, чтобы был мир, необходимо уже сегодня в мирное время выполнять комплекс мероприятий по стратегическому сдерживанию. Самым урочистым моментом мероприемства стало принятие присяги на верность родими курсантами военно-транспортного факультета Беларусского державного университета транспорта. Урочистую клятву молодые люди промовили, у присутности своих родных, близких и старших товарищей. Я и текст новобранцы ведают на память. Лист в руках? На выпадок, коли хвалявание, всё же возьмёт верх. Дорога, не глядячи на хвалявание, этот отказный традиционный ритуал першокурсники переодулили выдатно. Чувствую волнения, потому что мне было удостоено честь сказать пару слов, сказать пару слов за весь мой коллектив, весь мой взвод. Защищать свою родину, своих родных и близких – это почётно и важно. Страевый крок и последовательность деяния курсанты военно-транспортного факультета Беларусского державного университета транспорта урочисты уступили у гоноровые шерохи оборонцов родимы. Теперь их ждёт серьезный курс подрыхтовки о ответственности с учебной программой, как что дня володовать новыми ведами и умениями, которые обовязково спотребятся в жизни. Александр Лупиненко, Вероника Ворошилина, Максим Славин, телерадио-компания «Гомель». Цекавый познавальный культурный отпочинок вырешили пропоновать гомельской молоде супрацовники диско-клуба «Глянец». Суместно с ведомым співаком Віталем Сычовым они будут ладить тематичные вечеринки, которые пройдут в кинотеатре «Кастришник». Под обязанностями запланованных музычных проектов организаторы поделились с нашим корреспондентом Вероникой Ворошилиной. Диско-клуб «Глянец» у «Гомеля» з'явился без малого по угоду тому. Его головная мета – объеднувать молодых людей, які любят музыку, танцы и жадают отпочивать культурно без шкодных звычек. Для самых маленьких – прогляд мультика «Гульни» и конкурсы для подлетков – молодежные дискотеки. Под час обмеркования новых музычных проектов организаторы сходятся у меркования. Яны повинны дарить выключно становчий уражений и добрый настрой юным гомельчанам. Ближайшие запланированные мероприятия – это 11 сентября, мульти-дэнс-пати, так называемая, для любителей 80-х, 90-х, 2000-х музыки тех времен. Будет много розыгрышей призов от наших партнеров. Очень много сюрпризов для женской половины. 18 сентября – женская вечеринка «В глянце только девушки». Ну и также 25 сентября у нас пройдет так называемый танцевальный батл. Каждый, кто выстоял нон-стоп-вечеринку, получит призы от наших партнеров. Тематичная безалкогольная вечеринка – суместный проект «Дыска клуба «Глянец» и гомельского спевака Виталя Сычова. Яны будут проходить по неделях у кинетеатра «Костричник» с 18-ти годин до 21-го 30-ти. Набыть квитки можно уже зараз у кассе кинетеатра. Дарыши для членов БРСМ продугледжена скидка 10%. На ведвольников этих мероприемств очакают конкурсы, призы, так само выступления Виталя Сычова. Межтым на восемьских каникулах у «Дыска клуба «Глянец» пройдет фестиваль творчести, где юнаки и девчаты смогут продемонстрировать уже свои таленты. Мы провели в этом году первый фестиваль, он так и называется, «Звездочки октября», кому еще нет 18 лет. То есть именно на привлечение вот такой категории. Любому молодому человеку дается право выйти на сцену и показать свой талант. У нас там три было номинации. Это на лучшее исполнение клубного танца, на лучшее исполнение караоке и на лучшее исполнение эстрадной песни. Второй уже фестиваль мы проводим на осенних каникулах. Вероника Ворошилина, Михаил Рабко, телерадоя компания «Гомель». На этом выпуск завершенный. У студии працалау Яген Пабалавец. Усяго доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова